Здравствуйте! Вечером в пятницу 22 марта 2024 года произошел теракт в комплексе Крокус Сити Холл. В зале начинался концерт рок-группы «Пикник». Часть посетителей еще шла по улице, другие курили возле входа, кто-то находился в вестибюле, другие начали заполнять зрительный зал. Террористы вели огонь по людям уверенно, вальяжно, без суеты. Попавшая в кадр группа из четырех боевиков в зрительном зале показала слаженность и навык. Один прицельным огнем убивал, другие держали под контролем свои сектора. Все они не в первый раз стреляют, у них отличная подготовка, отработанное взаимодействие. На самом деле эти четверо — это две пары. Террористы работали подвое. Это армейская тактика. Так на задания ходят в спецназе. Так учат воевать в специальных учебных заведениях, где отрабатывают действия малыми группами в условиях высокой концентрации противника. Везде в кадре четное число террористов. Они заранее поделились подвое, отладили работу в паре и двигались двойками по крокусу, то соединяясь с другими двойками, то двигаясь дальше, продолжая террор по своему плану. Никто из террористов не вел себя хаотично, не суетился, потому что заранее знал свой последующий шаг и направление движения. Террористы не искали жертв, они двигались по схеме и убивали всех, кто попадался. Показательна экипировка террористов. Они были без масок, не скрывали лиц и не прятались от камер. Без бронежилетов. Каждый нес на себе боезапас, у каждого с собой рюкзак с патронами и сюрпризами. На себе разгрузка с запасными магазинами. Часть террористов с заводскими разгрузками, часть самодельными серого цвета, сшитыми на скорую руку. Оружие привычной армейской автоматы Калашникова. Серийное оружие войны, а не переделанное под автоматическую стрельбу Сайга из магазина «Охотник». Огонь вели короткими очередями, одиночными. Оружие без оптики, с открытыми прицелами, что характерно для окопных военных. Пару раз в кадре мелькали коллиматоры. Это недешевый прицел ближнего действия на короткую дистанцию. Почти на каждом автомате дульный тормоз-компенсатор. У лидеров групп навык стрельбы настолько высокого уровня, что они почти не вкладывались. Вели огонь от груди, от бедра, с рук, без приклада. Что говорит об огромном настреле. У каждого за плечами сотни израсходованных цинков. Очевидцы говорят о выстрелах в вестибюле, в зале, на улице. Из чего следует, что групп было несколько. Они заранее знали маршрут, отлично ориентировались на месте, имели проработанные пути отхода. Уверенность в поведении террористов показательна. Они знали, что им дадут уйти. Отличие от Норд-Оста, отсутствие заложников. Им не нужны переговоры. Нет необходимости задерживаться возле жертв. Не надо тратить время. Четкое планирование, хронометраж исполнения. Они пришли убивать. И собой жертвовать террористы не собирались. Погибать они не планировали. Отработали задачу и ушли. Снаружи действия террористов координировали, держали в курсе обстановки, руководили отходом. Крокус находится на полуострове. Везде река и только по фасаду суша. Дорог, два автомобильных выезда и два пешеходных моста. Перекрыть пути отхода – дело одной минуты. Непосредственно в комплексе Крокуса, за углом, в павильоне номер 2, находится отделение полиции Павшина. Соседнее здание «Забор в забор», комплекс зданий правительства Московской области. Здесь же суд Московской области. Оба объекта охраняют не бабушки с наганами. Правительство охраняет полиция, суд охраняет приставы и те и другие приоружие. В 15 минутах езды за соседним перекрестком на улице Твардовского, дом 2, огромный комплекс ОМОНа «Авангард». То есть вокруг Крокуса круглосуточно есть силовики всех видов мастей и концентрации. И никто из них не появился во время теракта. Особенно ОМОН, задачей которого примчаться первыми. Но одно дело воевать с навальнятами и бить бабушек, другое дело террористы. Пока те не уехали, эти не появились и никакие не появились. Атака террористов длилась 20 минут. ОМОН и прочий антитеррор приехали через час. Штурм опустевшего здания начался через час 20 минут после того, как след простыл. Организовывать отход террористы начали сразу, устроив пожар в зрительном зале. С собой они принесли спецсредства, ни коктейли молотого домашнего изготовления. Коктейлем в бутылке опасно пользоваться и нужен особый навык, не характерный для людей с войсковой подготовкой. В армии для поджога применяют зажигательные шашки, которые все называют на разный лад, чаще всего пользуясь термином «термитная шашка». Отличие профессиональных зажигательных боеприпасов в гарантированном возгорании. В зрительном зале кресла и отделочные материалы могли оказаться негорючими. Могла оказаться исправная система пожаротушения. Поэтому были применены спецсредства с гарантированным результатом. Из-за них горят даже негорючие материалы. Система пожаротушения в здании не сработала и была либо отключена, либо ее не было вовсе. Поэтому помимо убитых есть задохнувшиеся и сгоревшие заживо. После теракта в Норд-Осте в 2002 году, где силовики убили в основном заложников, а террористов уж заодно, главные усилия государства ушли на отрицание своей вины. Никаких последствий, мер, выводов. Трагедия хромой лошади и зимней вишни подтвердили, что на помощь по-прежнему никто не придет, и погибнут все, кто ее ждет. Шанс выжить только у самых сильных и целеустремленных, что доказали двое смелых, судя по их словам, набросившихся на одного из террористов. Террорист замешивался с перезарядкой, в эту секунду на него кинулся один из зрителей, он умел драться, ловко свалил преступника, тут же на помощь подоспел еще один смелый и опытный, и двумя ударами отключил террориста. Слова этих людей никто не подтвердил и не опроверг, но пленного террориста нам не показали. Обязательное условие России по всей стране заперты все двери. В любом общественном месте самое важное – не пустить без билетника. В Крокусе все двери оказались надежно заперты, и люди метались между смертью и дверями. Часть спаслась, убежали в подвал, откуда их доставали пожарные, но часть убежала на крышу, где и погибла. Пожар на крыше удался еще сильнее, чем в зрительном зале. В итоге люди погибали от огня, от удушья и в результате обрушения кровли. По различным оценкам, на момент обрушения внизу в зале могло находиться до 200 человек, и неизвестно, сколько на крыше. Количество погибших мы не узнаем никогда. В стране благоденствия не бывает жертв. На следующее утро после страшной ночи официальные СМИ сквозь зубы начали сообщение о 90 погибших, постепенно добавляя еще и еще, к вечеру перекрыв официальную цифру погибших при Норд-Осте, что не видано для власти. Если она разрешает страшную цифру, значит погибших гораздо больше. Учитывая стандартную вместимость зала в 6200 человек, почти все проданные билеты, есть основания полагать, что истинное количество погибших приблизится к тысяче человек, большинство из которых останутся пропавшими без вести, поскольку в огне термитного пожара шансы найти останки невысоки. В странах, где власти делают выводы из подобных ужасов и учатся предотвращать, давно найдено решение. Оружие на руках граждан. На месте любого теракта всегда окажутся мирные люди и никогда не случатся готовые к бою силовики. Поэтому вступать в схватку придется гражданским. В Израиле 49% терактов пресекаются обывателями. Они первыми оказываются на месте преступления, вступают в бой, убивают террористов, а полиция лишь приезжает зафиксировать происшествие. Америка устраивает зоны гансфри, куда нельзя с оружием. Церкви, школы, супермаркеты. Поэтому террористы заранее знают, куда им идти, чтобы убить как можно больше, не получив отпор. Там, где на ошибках учатся, там никаких гансфри не остается. Террорист приходит в церковь, успевает сделать пару выстрелов, после чего дружные прихожане его немедленно убивают прицельным огнем. В России у жертвы остается право позвонить по телефону и надиктовать родным предсмертное послание. Еще можно позвонить в полицию, но там тебя пошлют. И принимать смерть придется с голыми руками. И ни в один концертный зал, кинотеатр, школу, университет. Не допускаются в России лица с разрешенным легальным оружием. Везде террориста ждут безоружные мишени, которым запрещено постоять за себя. После Норд-Оста было время это понять и исправить. Американцы предупреждали, что теракт будет. Назвали дату. Узнать о подготовке теракта можно из утечек ФСБ, поскольку трудно предположить, что ЦРУ на территории России держит штат оперативников и проводит мероприятия по выявлению русских террористов. Поэтому есть основания полагать, что ФСБ знала о теракте. Либо потому, что и вправду боролась с терроризмом, либо потому, что сама готовила теракт. Вне зависимости от пресс-релизов, верить официальным заявлениям власти оснований нет. А уверенное поведение террористов, их спокойствие, осмысленность действий, схожи с отточенными действиями убийц Немцова, то преступление ФСБ организовало на очень высоком уровне. И это массовое убийство отметилось схожим почерком исполнения. И поведением, будто террористам гарантировали безопасный отход. ИГИЛ тоже не исключен. Не потому, что сам настаивает на этом, а потому, что его ЦРУ и АНБ мониторят постоянно. И даже если ИГИЛ не делал, но знал, это хорошая подсказка. Когда стало безопасно, угрозы не осталось, силовики бросились ловить и задерживать. Таджики на границе в Брянской области очень показательны. Они сумели образцово провести самый страшный теракт в истории современной России, аккуратно исчезли с места преступления. Но попались вблизи самой охраняемой и нашпигованной силовиками границы, не дав никакого отпора. За несколько часов до этого проявили умение, смелость, решительность, а теперь устали и обмякли. Но на месте теракта эти люди были, на самом деле. Как мелочь на сдачу. Их арендовали, чтобы расплатиться и сдать силовикам. Потому что террористы ушли в другую сторону, а таджиков с паспортами отправили в Брянскую область сдаваться в плен. Но бесполагающегося флага Украины, Корана в багажнике и справки от ЦРУ, они недостаточно достоверны. Глава ФСБ Бортников доложил о стремительном задержании 11 человек. Из них четверо террористов. Валовый показатель по задержаниям – столь же свежая страница в современной истории силовиков, как и отрезанное ухо, ставшее следующей скрепой наравне с кувалдой Пригожина. Кто в итоге на кого напал? Кто были эти террористы? Это были две различные группы. Первая – работавшая парами профессионалы с многолетним опытом войны, со специальной подготовкой, которых учили русские инструкторы. Вторая – арендованные таджики. Именно одного из них нейтрализовали двое зрителей в момент перезарядки. Профессионала в такой момент не подловишь. Он считает выстрелы, знает, сколько осталось в магазине и не выходит на открытое место пустым. И когда на него набросились двое смелых рассказчиков, профессиональные террористы его бы отбили и не отдали бы в плен. А таджикские парикмахеры вполне обоснованно своего проспали. И в любом случае это были не вагнеровцы, вчера сидевшие в тюрьме за мошенничество, а сегодня оказавшиеся на фронте. Это не Даххани с оружием и тем более не ИГИЛ с Хамасом. Те непременно идентифицируют себя и очень ревностно отслеживают, чтобы слава их теракта не досталась непричастным. Хотя съемка, опубликованная агентством АМАК, заставляет верить, что это дело рук ИГИЛ. Свидетели сообщили, что говорил этот ИГИЛ на чистом русском, без акцента. Теракт подтвердил, Россия беззащитна. Перед Пригожиным, перед детьми, убивающими в школах детей, перед автоматчиками в фойе концертных залов. Поскольку с терроризмом надо как-то бороться, в список лиц, официально признанных террористами, где сейчас Чирикова, Каспаров, Киселев, Акунин, добавят не только таджиков на границе, но и родственников жертв, выкладывающих в соцсетях фотографии своих убитых. Как всегда, погибали целыми семьями. На сегодня все. До свидания.